Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Не пугайтесь, это у меня макияж перед концертом. Именно так красится, чтобы со сцены при свете выглядеть лицом. Вот, поэтому я не буду вас долго пугать своей боевой раскраской. Сейчас пущу фон моего любимого замка, так как иду с моей красоткой гулять перед отъездом. А тема сегодняшнего сюжета у нас будет очень интересная, так как мне уже написали подписчики Татьяна, прокомментируйте, что это за безобразие. Нам в Германии сообщили, что в Швейцарии отменяют пенсию вдовы. Да, действительно, в пятницу, 14 декабря, было заседание нашего бундесовета по этому поводу. И это связано с тем, что из Страсбурга, из Европейского суда по правам человека поступило решение суда. И теперь наше правительство будет рассматривать и пересматривать закон по начислению этой помощи пенсии вдовы, послужил этому моменту 30-летний случай, который случился в горах Альпштайн. И все эти годы, все 30 лет человек судился, проиграв в Швейцарии, подал суд европейский по правам человека в Страсбурге. И только сейчас было принято решение, и наше правительство должно отреагировать, и оно будет вносить изменения в пенсию вдовца и принимать свежие решения. Так как все течет, все меняется, то, что было актуально давно, когда женщины не работали, сидели по уходу за детьми, и после потери кормильца, естественно, оставались не у дел. Сейчас уже все давным-давно поменялось, сейчас женщины работают, сейчас женщины более независимы, и, конечно же, требует момент пересмотра этого закона начисления помощи вдовца. Об этом подробней в числах, параллельно рассказывая. Итак, 30 лет назад семья, папа, мама, двое деток пошли в горы в Альпштайн. И случился несчастный случай. Мама сорвалась с каменной горы вниз и погибла. Папа в возрасте 41 года, сотрудник страховой компании, ушел с работы, чтобы смотреть за двумя маленькими девочками. И на тот момент, 30 лет назад, его пенсии вдовца, а также пенсии девочкам по потере кормильца хватало на жизнь. Практически 5000 франков в месяц у них было. Но, как только одной из девочек исполнилось 18 лет, то его пенсию тут же сократили. Его это очень возмутило, потому что в случае, когда женщина получает пенсию вдовца, то она получает пенсию вдовца до своего пенсионного возраста. А в данном случае посчитали, что мужчина уже не должен смотреть за детьми и может спокойно выходить на работу. Именно эта дискриминация его возмутила, и он подал в суд. Почему женские деньги по потере кормильца начисляются другим образом, чем мужские? В чём разница? Почему он, отец с двумя детьми, имеет меньше привилегий и шансов, чем, например, женщина без детей, молодая, 30 лет, работающая в банке, которой будет выплачиваться пенсия вдовца до её пенсионного возраста? Проиграв суд в Швейцарии, он пошёл дальше и подал в суд по правам человека в Страсбурге. И именно этот случай, который рассматривался больше 25 лет, наконец-то завершился, и именно решение суда Страсбурга им повлекло за собой эту новость. Ну а сейчас давайте в цифрах подробнее рассмотрим этот вариант. Что конкретно возмутило этого человека? И во сколько правительству Швейцарии обходятся такие пенсии вдовца? Ну а я с вами прощаюсь и показывать буду вам сейчас наши красоты. Итак, Херр Биллер защищался от этой дискриминации в суде, после чего последовала 12-летняя судебная тяжба. После поражения в федеральном суде он подал иск в Европейский суд по правам человека, который выиграл год назад. Теперь приговор обязывает федеральное правительство устранить неравенство между полами. Одним из вариантов было бы поднять производительность мужчин до уровня женщин. Однако это приведёт к огромным дополнительным расходам. Агафау, пенсионная касса, уже выплачивает более 1,7 миллиарда франков на пенсии вдовам. Кроме того, с красными цифрами борется агентство социального обеспечения. Расходы ежегодно увеличиваются на 1 миллиард франков. Таким образом, реформа, которую Федеральный совет разослал на консультации на этой неделе, ставит более чем высокие препятствия для вдов. Они призваны облегчить Агафау на 720 миллионов франков и федеральный бюджет на 160 миллионов франков. В частности, пенсия по случаю потери кормильца должна быть связана прежде всего со временем, потраченным на воспитание детей. С другой стороны, бездетные вдовы будут получать пенсию только в течение первых двух лет после смерти. Самый спорный пункт в предложении – ограничение пенсионных выплат до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 25 лет. По критике Федерации профсоюзов, это представляет собой дальнейшее снижение бремени женщин после повышения пенсионного возраста. Женщины уже чаще, чем мужчины, оказываются в тяжёлом материальном положении после смерти супруга. Но насколько радикальны запланированные сокращения? Специалист по пенсионному обеспечению Сан-Галиена Андреас Целлер провёл подсчёты и пришёл к выводу, что сегодняшнее регулирование восходит к давно минувшим временам, когда работающие женщины всё ещё были исключением. Это правильно, что именно тогда им давали право на воспитание детей. Это отрождает социальные изменения, кроме того, льготы, которые остаётся очень щедрыми. Чтобы прояснить это, Целлер создал пример расчётом. В основе сюжета замужняя женщина, муж которой умирает, когда ребёнку исполнилось 9 лет. Предполагается также, что человек, работающий полный рабочий день, зарабатывает 60 тысяч франков в год, а когда рождается ребёнок, она делает перерыв в работе на 8 лет, а затем снова работает на 50%. Когда ребёнок подрастает, она увеличивает нагрузку до 100%. Так вот, на сколько упадут пенсии в этом случае? Согласно сегодняшнему постановлению, женщина получит пособие по случаю потери кормильца на общую сумму 720 тысяч франков. Она состоит из пенсии вдовы в размере 540 тысяч франков плюс пенсии для ребёнка-сироты в размере 180 тысяч франков. Здесь учитываются только выплаты от АХФАО, пенсионного фонда. Кроме того, существуют пособия по случаю потери кормильца из пенсионного фонда, а также дополнительные государственные пособия, если доход остаётся ниже прожиточного минимума. Я вам уже про них рассказывала, это Ergensum Leistung. Так вот, на сколько упадёт пенсия? В результате вместо 720 тысяч франков женщинам будут платить 550 тысяч франков, а это потеря в размере 170 тысяч франков. И возникает она потому, что пенсия вдовы заканчивается, когда ребёнку исполняется 25 лет. Однако сегодня пенсия сохраняется до пенсионного возраста. Но на этом расчёты не заканчиваются, а вдовевшие люди получают надбавку к пенсии по старости в рамках АХФАО, пенсионного фонда, независимо от того, есть ли у них дети или нет. Реформа не повлияет на надбавку по вдовству в размере 20% к обычной пенсии. В примере это означает, при средней продолжительности жизни вдова получает накопительную пенсию по старости в размере 660 тысяч франков. Однако разведённой женщиной с таким же доходом от работы после выхода на пенсию приходится довольствоваться 570 тысячами франков, а это на 90 тысяч франков в меньшее. Понятно, да? То есть вдова, которая не работала, будет на пенсии получать надбавку 20%, а женщина, которая развелась, будет получать в общей сложности на пенсии на 90 тысяч франков меньше. Причём эта 20% надбавка была введена в 1960-х годах, чтобы компенсировать более низкие доходы вдов, когда женщины не работали и сидели дома. Но сегодня это регулирование уже не имеет смысла, считает эксперт по пенсионным накоплениям. Причина кроется в пересмотре Агафао 1997 года. В то время федеральное правительство модернизировало пенсионный фонд и улучшило финансовое положение матерей, особенно с введением кредита по уходу за ребёнком. Высокая пенсия Агафао для вдов, пособия вдовам и кредиты на воспитание детей в совокупности гарантируют, что ни одна другая группа не получает таких высоких пенсий по старости, как вдовы. Эта преференция сохранится и при запланированной реформе. По статистике, одинокие женщины, проживающие в Швейцарии, получают среднюю пенсию в размере 1911 франков от Агафао, а разведённые женщины получают 1947 франков в месяц. Для вдов эта сумма значительно выше – 2193 франков. Дебаты о реформировании пенсии для вдов только начались. Федеральному совету будет непросто добиться принятия этого предложения, потому что сокращение привилегий редко бывает популярным, даже если вдовы сравнительно хорошо справляются с новыми правилами. Однако, одно можно уже сказать наверняка, что после юридической победы Макса Биллером к обоим полам необходимо относиться одинаково. Альтернативой могло бы стать расширение пенсии вдовца для мужчин. Есть ещё много нюансов, которые касаются темы получения вдових денег. В некоторых кантонах, например, запрещён брак с разницей возрасте больше 20 лет именно по этой причине. И есть очень много случаев, даже моих личных примеров, моих клиентов, которые прожила со своим мужем больше 30 лет, но когда он умер, ей не положена была пенсия вдовы, так как она его младше на 25 лет. Если женщине меньше 45 лет и её муж в этот момент умер, то ей пенсия вдовы также не положена, она должна выходить на работу. У неё ещё нормальный возраст для работы, если в этой паре нет детей, либо они уже выросли. То есть есть очень много ещё нюансов, которые вы можете уточнить в своём кантоне, потому что, как вы знаете, в Швейцарии в каждом кантоне свои законы, свои правила. Ну а мы уже въехали в Цюрих и приближаемся к нашему месту, где будет у нас сегодня проходить концерт. Но этот сюжет вы уже увидите завтра. Спасибо большое, что посмотрели этот сюжет до конца. Если у вас возникнут ещё какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Буду рада обратной связи. А также будет интересно узнать, как в ваших странах проходит реформа, сколько составляет по сумме пенсия вдовца и на каких условиях она платится женщинам. Можно ли на них прожить. А мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня, прекрасного настроения и лучезарных улыбок. Немножко... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, люди, которые идут навстречу, очень странно на меня смотрят, аж оглядываются, потому что здесь, тем более днём в таком макияже, никто не разгуливает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok